Для слушателей старше 16 лет. Особое мнение на 101FM. 13.06 в Кирове. Программа «Особое мнение» в эфире. Я Анна Лапшина. Приветствую слушателей. Говорю, здравствуйте. Гость у нашей студии – это Алексей Кузьмин, предприниматель, депутат Кировской городской думы 5-го созыва. Алексей, добрый день. Добрый день. Ну и Алексей еще по совместительству, так сказать, ведущей программы «Дайте слово» на нашей радиостанции. Программа будет завтра в 14 часов в прямом эфире. И обсуждать вы с вашими гостями будете послание президента. Да, в том числе. Как обычно, соберутся представители всех четырех парламентских политических партий в нашей студии. Мы будем обсуждать прошедшее послание, те инициативы, которые были предложены. Я думаю, услышим что-то интересное от наших политических партийных деятелей. Ну, в общем и целом, полная информация будет завтра. Но сейчас я, Алексей, все-таки попрошу прокомментировать все, что было сказано президентом. И с политической точки зрения это, наверное, не менее важно, чем то, что было сказано с точки зрения социальной. На мой взгляд, вообще вся процедура послания президента федеральному собранию была окутана какими-то тайнами мадридского двора. Никто не знал, что конкретно будет предложено президентом. Те инициативы, которые прозвучали там, они носили на самом деле революционный характер своего рода, потому что таких глобальных перестроек, хотя бы предлагаемых глобальных перестроек, еще не было в современной России. Я думаю, что для многих это оказалось неожиданным. Те социальные инициативы, которые были предложены, на мой взгляд, это лично мое особое мнение, передача у нас так и называется, это были такого рода, знаете, как плюшки, когда населению дают... Да это не просто плюшки, это грузовик с пряниками, я бы сказала. Да я бы тоже не сказал, что это целый грузовик, это все-таки плюшки, когда населению в угоду каких-то политических серьезных преобразований будущих или даже изменений под себя, от себя, для себя и так далее делают какие-то вот такие вот плюшки. Я не считаю, что те предложенные изменения социального характера, которые мы с вами обсуждали, это материнский капитал, это питание детей с 1 по 4 класс в школах. Это пособие на детей с 3 до 7 лет. Пособие на детей, индексация пенсии, которая будет заложена в Конституции, изменение форм и моделей оплаты труда в системе здравоохранения, 5 тысяч доплата к заработной плате педагогам за классное руководство. Я все-таки не думаю, что это такие сверх экономически затратные, настолько сверх экономически затратные предложения, что население должно рукоплескать, что люди должны падать от ниц и говорить о том, что наше общество развивается семимильными шагами, экономика бурлит и кипит. Нет, уровень доходов населения после этих заявлений несоизмеримо вырастет по сравнению с сегодняшним состоянием. Нет, все-таки это такие, я называю это все-таки плюшки, это совершенно не те экономические преобразования, которые необходимы нашей стране, те уровни доходов населения, которые есть сейчас, они не позволяют не то, что строить планы на будущее, на семейное будущее. Они балансируют на грани выживания. У нас сегодня семьи думают о том, как прокормить сегодня свою семью, не то, что строить планы на будущее. Поэтому все-таки эти инициативы носят такой, на мой взгляд, около политический, около привыборный характер и нацелены на то, чтобы люди как можно меньше внимания уделяли дальнейшим политическим деструкциям, которые предлагает в том числе и президент. Мы видим, как в одночасье, как по взмаху волшебной палочки уходит правительство в отставку. Мы видим, как размываются ветви власти, то есть те предложения, которые были озвучены, я считаю, что все-таки это больше как размытие законодательной, исполнительной ветви власти. Те предложения, которые были озвучены, это какие конкретные предложения? То есть это усиление роли госсовета? Наделение полномочий госсовета, закрепление его статуса, усиление так называемого влияния Государственной Думы, когда она будет не только согласовывать премьер-министра, но и утверждать. Если честно, рядовому россиянину слово «согласовывать» и «утверждать» эти слова являются абсолютно равнозначными. Да, никто не понимает разницы. Рано или поздно политикой будет заниматься вами. Алексей, вы сказали, что вся эта история с социальными плюшками, так называемыми, это своего рода такой, не знаю, посыл перед выборами, что ли. Да, там политические какие-то очки пытаются люди набрать. Но у нас в этом году никаких выборов не ожидается. Пока, по крайней мере. Вот есть аналитическая информация, есть мнение политологов, политиков. Мое личное мнение, что в этом году при таком стечении обстоятельств, когда и правительство ушло в отставку, и в апреле этого года, вот по последней информации, 12 апреля будет так называемое голосование по внесению поправок в Конституцию. То есть не референдум, а голосование. Это совсем разный статус. То есть, по сути, это спрашивают мнение. Не одобрение или не одобрение, а всего лишь мнение у населения, как вы относитесь к этим поправкам. Вот по той логике, которая выстраивается сейчас, выборы в Госдуму могут состояться уже в этом году. На мой взгляд, они будут досрочными. А зачем? Я поднимаю вопрос другой. Если депутата Госдумы наделили, мы с вами наделили полномочиями, сказали ему представлять наши интересы в Госдуме, принимать законы, одобрять законы. Как депутат Госдумы имеет моральное право для того, чтобы встать со стула и сказать, я больше работать не буду, я сам распускаюсь. И потом, осенью этого года, например, имеется в виду досрочно слагать свои полномочия, осенью этого года он приходит ко мне в квартиру и говорит, пожалуйста, проголосуйте за меня, вот моя предыдущая программа. Выберите меня еще раз, пожалуйста. Сколько можно тебя выбирать? Какое моральное право ты имел сложить в себя полномочия и выдвигаться заново в этом же самом году? Мне кажется, если произойдет та ситуация, когда депутаты Государственной Думы заявят о самороспуске, мне кажется, что нынешние депутаты Госдумы, в том числе от Кировской области, не имеют морального права выдвигаться на новый срок. Алексей, зачем досрочные выборы в Госдуму? Ну, это обсуждают политологи-аналитики. Не можем сказать точно. По логике вещей Государственная Дума должна тоже обновиться, и причем в этом году. Интересно. Хороший расклад будет интересный, если те депутаты, которые сейчас действующие, все-таки не найдут в себе сил и посчитают, что они не вправе выдвигать свои кандидатуры на досрочных выборах, потому что предыдущий срок не отработали. Но что-то мне кажется, что маловероятен такой исход. Мы не дождемся, и эти же самые люди будут стоять в наших дверях, и их листовки будут лежать в наши почтовые пещеры. Они будут в бюллетенях, если выборы в Государственную Думу будут уже в этом году. Понятно. Хорошо. Завтра чуть подробнее в 14 часов эту тему Алексей будет разбирать с представителями четырех наших кировских парламентских фракций. ЛДПР, Справедливая Россия, Единая Россия и КПРФ. Пожалуйста, подключайтесь, и это будет прямой эфир, поэтому, в принципе, можно будет задавать вопросы только довольно коротко. Мы сейчас сделаем небольшой перерыв, 20 секунд, и вернемся. Особое мнение на 101FM Предприниматель, депутат Кировской городской думы пятого созыва Алексей Кузьминов в нашей студии. Мы продолжаем. Еще одна громкая новость пятницы. Это, ну, скажем так, даже не новость, наверное, а предположение о том, что глава администрации города Кирова Илья Шульгин может покинуть свой пост. Информация об этом появилась сразу же из нескольких источников. Пока источники неофициальные. Предполагается, что произойдет это еще, может произойти еще до конца месяца. Да, разные тоже были мнения, но предположительно называют дату 29 января, потому что 29 как раз заседание Гурдумы будет. Да, и если я верно понимаю, по процедуре как раз депутаты городской думы должны освободить Илью Вячеславовичу от занимаемой должности, если все-таки он решит принять такой шаг. У нас сейчас в группе ВКонтакте размещен опрос. Опрос как раз касается возможного ухода главы администрации. Как вы думаете, сити-менеджеру действительно пора уходить? Как вы оцениваете его работу на посту главы администрации? Шульгин плохой сити-менеджер. Мы этот вопрос задаем со знаком вопроса. К сожалению, моему большому сожалению, большее количество голосов, почти 33,5% набирает. Вариант плохой, он мне сразу не нравился. И дальше, значит, по популярности примерно столько же, тоже 33 почти процента. Они все на одно лицо. Начинал хорошо, но, увы, еще один вариант ответа. 21,5%. Он лучший за последние годы, к сожалению, всего 12%. Как бы, Алексей, вы ответили? Не очень хочется комментировать, знаете, слухи. Да, мы не любим. Да, это кадровые слухи, я тоже не люблю публично их комментировать. Но, тем не менее, эта новость произвела на меня положительное влияние, потому что я обрадовался, что, оказывается, политические трансформации докатились и до нашего региона. И, может быть, кто-нибудь займется политикой и управлением у нас в регионе, в нашем городе. Все-таки я больше ратую за деятельность нашего города, чем за всю остальную страну. Тем не менее, та информация, которая появилась, что Шульгин по собственному желанию, либо, как есть еще один вариант, все-таки депутаты городской думы имеют полное право и полномочия выразить, вот он, недоверие главе администрации города. Попытки, если я не ошибаюсь, были. Попытки уже были, и у меня есть информация, что и на последнем заседании городской думы, если не произойдет обратного, если человек сам не допишет заявление об уходе и не сложит себя полномочия, возможно, эта попытка повторится. Депутаты городской думы, я бы не сказал, что в большинстве своем, но часть депутатов городской думы все-таки недовольны деятельностью главы городской администрации. Те инициативы, те, та работа, которая ведется сейчас в стенах Белого дома, она не заслуживает никакой критики, постоянно возникают какие-то скандалы, проблемы, коммунальные вопросы остаются нерешенными, управленческий потенциал крайне слабый, отсутствует полная, вообще полная, отсутствует команда у человека. Мы видим, что люди меняются довольно часто, к сожалению. Это все больше и больше. Есть коррупционные риски. Мы постоянно смотрим на те программы, которые выполняются в городе, и каждый раз и депутаты городской думы, и бизнесмены, и общественники задают всегда одни и те же вопросы. Какие программы? Я имею в виду программы городского управления и благоустройству, и дорожным работам, жилищно-коммунального хозяйства, даже этот мой самый нелюбимый энергосервисный проект, контракт на уличное фонарное освещение. По каждому из этих направлений, по каждой программе у общественников, депутатов, бизнесменов возникают вопросы. Здесь коррупционный риск, здесь коррупционный риск, здесь непонятная подрядная организация, здесь непонятные люди в управлении, здесь финансовые потоки перераспределяются, и так далее, и так далее. Это все вызывает вопросы, и я думаю, что если человек сам не подпишет заявление об уходе с поста главы администрации, то за него это сделают депутаты городской думы. У меня есть ощущение, что Илью Вячеславовичу пытаются вынудить написать заявление. Нет ли у вас такого ощущения? Ну, это надо у него спросить, и тех людей, которые предлагали этого человека в статус главы администрации, предлагал губернатор Васильев. Я думаю, и с него спрос. Если ты выдвигаешь человека, поручаешься за него, ведь Васильев публично поручился за этого специалиста, что он достойно будет руководить городом, а у большинства депутатов, у бизнесменов, общественников, у любых кировчан, вы откроете самую популярную группу ВКонтакте «Злой кировчанин», она переполнена жалобами на городское благоустройство, на уровень управления. А при предыдущих главах администрации не было такого? Она не была переполнена так, как она сейчас переполнена. Да ладно. Я вам хочу сказать следующее. По моим ощущениям, Алексей, у нас глава администрации всегда виноват во всём. Она завалена городскими проблемами, и самое главное, что эти проблемы не решаются. То есть, если раньше какой-никакой перескоков был, он, по крайней мере, умел наладить какие-то мостики. Владимир Васильевича Быкова, который за всё отвечал и во всём был виноват. Ну, Владимир Быков был главой города Кирова, всё-таки это председатель Кировской городской думы, а хозяйственником был Перескоков. И какой-никакой он был управляющий, но он умел наладить мосты между своими подчинёнными. То есть, он знал, какой рычаг кому найти, где кого заставить работать, где кого поощрить, где кого подопнуть и так далее. Илья Шульгин таких мостиков наводить, мне кажется, не умеет. Да может, просто времени мало прошло, он ещё, может быть, не знает людей. Слушай, больше двух лет прошло, но что значит мало времени? Ну, Перескоков-то здесь сколько лет живёт? Мало времени — это когда два месяца проходит, месяц проходит. Вот это мало времени. А когда два года, человек уже должен показать себя, он должен показать нам свою команду, а эта команда должна начать эффективно работать. Если этого не наступило, уже больше двух лет человек должен принять для себя решение всё-таки, что не справляется, ну, то есть экономический, управленческий, образовательный потенциал этого специалиста не дотягивает до уровня главы администрации города. Это моё особое мнение, это мнение многих людей в нашем городе. А есть люди, чей потенциал дотягивает? Ну, вот те кандидатуры, которые озвучивались, начиная с пятницы, из потенциальных, скажем так, преемников, да, Артём Сурженко, министр имущественных отношений, инвестиционной политики, ну, коллеги сообщают, что его кандидатуру не одобрили. Вот это тоже, кстати говоря, вопрос, а кто одобряет? Да, значит, зампред правительства Александра Царьгородцев, человек из Вят Автодора, Дмитрий Осипов, руководитель этой организации, ещё, по-моему, называли кандидатуру Аслана Рзаева, директора центрального рынка, это, по-моему, креатура Ильи Шульгина была в своё время, если я не ошибаюсь. Вот эти вот четыре человека. Вот вы знаете, насколько мне надоели эти слова «криатура», продвигают, утверждают, согласовывают, мне кажется, что уже... Одобряют? Одобряют. Или не одобряют? Мне кажется, что надо уже уходить от этих терминов и говорить о том, что у города должна появиться конкурсная, нормально прозрачная конкурсная процедура по выдвижению главы администрации города Кирова. Давайте, в конце концов, выбор сделаем всенародный. Этот конкурс должен быть прозрачным, его критерии должны быть понятны и должно быть представлено максимальное количество претендентов. А когда у нас кто-то чего-то кого-то продвинул, городская дума голосует за единственного кандидата на пост главы администрации. Ведь так у нас всегда было. Я считаю, что это неправильно, это некрасиво, и с точки зрения конкуренции это неэффективно. Это приводит к тому, что один поручился за другого, а теперь не может с него спросить, и самое главное, не отказываться от своих слов поручительства. Но ведь это так неправильно, это некрасиво. Должна быть конкурентная процедура, массово растиражирована предложение всем бизнесменам, общественникам, управленцам, те, кто имеют необходимый опыт. Это же очень важная должность главы администрации, главный хозяйственный. Алексей, вы представляете вообще... Он ответственный за 12-миллиардный бюджет города Кирова. Насколько тогда выборы затянутся, главы администрации? Как может один человек представлять, выдвигать другого человека? Это неправильно. Это должно быть на заседании городской думы публично обсуждено, а не голосование за одного конкретного человека. А как это должно быть? То есть должен объявляться конкурс на заседание городской думы. Открытый, прозрачный, публичный. Об этом должно максимально быть растиражировано, что приходите к нам, приходите управлять нашим городом, 12-миллиардным бюджетом, полумиллионным городом. Нужно бросить клич по всем крупным и средним коммерческим компаниям нашего города. Ну что у нас, мало управленцев. Почему мы должны постоянно искать откуда-то, скоро и за границей будем выписывать себе управленцев? Ну, мне кажется, это неправильно. От этого надо отходить и приводить кадровые вопросы к публичности. Я правильно, Алексей, понимаю, что вы больше за кировчанина? Безусловно, я больше за кировчанин. То есть сити-менеджер должен быть уроженцем города Кирова? Мы уже устали от этих всех управленцев, которые в наших МУПах, в городских предприятиях, в городской администрации находятся. Все эти назначенцы, как вы говорите, креатуры, выдвиженцы и одобрямцы из не нашего региона, которые совершенно не знают специфику нашего города, которые совершенно не знают проблематику нашего города и занимаются здесь исключительно перераспределением финансовых потоков. Есть за что похвалить Илью Шульгина? Лично мне нет. Так. Я за два с лишним года, которые находятся человеку руля городской власти, не отметил бы ни одного положительного... Информационная открытость? Какая? Где? В чем? Ну, по крайней мере, при Илье Шульгине начали собираться общественники, в том числе общественники, заинтересованные в теме развития города. Это история с транспортной реформой, которая обсуждалась довольно широко. Вы на остановке общественного транспорта давно стояли? Нет. Ну, так вот, я призываю вас, в том числе, и постоять на остановке общественного транспорта, посмотреть, с каким интервалом ходит, и по верным ли интервалам ходит общественный транспорт, посмотреть на качество и так далее. Так это, может, как раз связано с тем, что не приняли транспортную реформу. Так вот, не в этом дело. Дело в том, что те рычаги, которые есть у главы администрации города Кирова, они не нажимались. За эти два с лишним года эти рычаги не использовались. Еще раз повторяю, те люди, которые приходили в наш город для управления городскими активами, занимались, на мой взгляд, исключительно наложиванием и перестраиванием финансовых потоков, а не городским управлением. И те заслуги, которые ставит себе заслугу администрация города Кирова, строительство детских садиков, дорог, ну, ведь давайте мы не будем мудрствовать лукаво и скажем, что это деньги федеральные. И главная задача была просто как можно меньше... Распределить. Как можно... Не надо даже распределять. Там ума особого не надо было иметь, чтобы назначить огромные конкурсы, где выигрывают огромные подряды одна и та же компания. Город Ромострой, Вятавтодор. Это имеется в виду по строительству и содержанием дорог. А по строительству детских садов, ну, то же самое, одни и те же строительные компании. Не так много застройщиков там участвуют. Не так много застройщиков, поэтому особого ума иметь не надо. Ты не занимаешься администрированием, выбиванием этих денег и так далее, и так далее. Поэтому те заслуги, которые ставят перед собой городская администрация, они не выдерживают никакой критики. Они не были связаны с работой городской администрации. А вот проблем, рисков, скандалов, которые возникали с городской администрацией, их хватает на пять лет вперед. Я правильно понимаю, что те проблемы, которые у нас возникали в этом году с уборкой города, в том числе тротуаров, одни свою роль сыграли. Ну, безусловно. Вы выйдете на улицу, у нас ситуация, что при прежней городской администрации, что при нынешней, она нисколько не изменилась. Даже многие отмечают, что она стала гораздо хуже. Но дороги-то чистят. А раньше не чистили. Чистили, но хуже. Ну, это спорное утверждение. Мне кажется, что эта зима, эта зима показала, что даже климат помогал городской администрации. Вот посмотрите, снег и лед растаяли, а не потому, что их убрали и посыпали бионордом или каким-то там реагентом. Правильно? Особое мнение Алексея Кузьмина в нашем эфире. Мы сейчас делаем перерыв на рекламу и вернемся у нас еще несколько тем. Особое мнение на 101FM Алексей Кузьмин в нашей студии, предприниматель, депутат Кировской городской думы 5-го созыва. Мы продолжаем еще одна громкая новость, если можно так сказать, прошлой недели. Это приговор Марии Пленкиной, кировчанке, по вине которой погибла ее дочь. Я напомню, она оставила на несколько дней девочку одну в квартире, практически без еды и без воды. И ребенок фактически умер от голода и обезвоживания. Плюс в квартире было холодно. Прокуратура запросила 13 лет 3 месяца. Вот итоговый приговор 13 лет колонии общего режима. И при этом есть мнение адвоката, которое говорило о том, что фактически это такая спираль. То есть Мария, когда росла, она не очень нужна была своей маме. Да, у нее не было психологической модели правильной семьи. И здесь в ситуации, когда она одна осталась с ребенком, я напомню, что папа там ребенком не занимался. Она была вынуждена, а, зарабатывать, б, следить за ребенком. Материнские хлопоты, нехватка средств, это все человека сломало. Вот такая история. И мы эту тему обсуждали в нашем эфире. Одна из наших экспертов, Алена Чеснокова, председатель Ассоциации защиты прав многодетных семей Кировской области, говорила о том, что если бы в Кировской области и в России была иная ситуация с местами в детских садах, их давали бы там не в 3 плюс года, а раньше, например, то девушки молодые, попадающие в такую ситуацию, когда ребенка не с кем оставить, при этом надо где-то зарабатывать на хлеб, они бы себя чувствовали более уверенно. И, может быть, этой трагедии бы не произошло. Вот когда я слышу об этой истории, у меня прямо комок в горле наворачивается, но, тем не менее, об этом нужно говорить. Это проблема не единичная. Если вы думаете, что такие неблагополучные семьи – это вот только пленки, но то вы ошибаетесь. Таких семей очень много, к сожалению, очень много. И наши городские комиссии по делам несовершеннолетних явно не справляются с той работой, которая на них возложена, с этим большим количеством проблемных семей. И та мысль, которая была озвучена Чеснокова, я, если честно, полностью согласен, что этой трагедии могло бы и не быть, если бы у нас были в шаговой доступности и вообще доступны ясельные группы, когда можно было бы ребенка сдать в детский сад на целый день, он находился бы под присмотром, под контролем, самое важное, под медицинским контролем. То есть помните, в этой истории девочка не посещала ни поликлиники детские, и за ней не было должного ухода. Она бы питалась, а действительно, мать искала бы работу, рано или поздно она бы нашла бы эту работу, зарабатывала какие-никакие деньги. И таким образом, я думаю, мать бы воспитала свою дочь, и та бы выросла. Ну, та бы выросла, по крайней мере. Та бы выросла и была бы хорошей гражданкой и жива. Та ситуация случилась в том числе из-за того, что в нашем городе не хватает мест ни в яслях, ни в детских садах. Проблема материнства и детства, она остается открытая. И те плюшки, которые были нам с вами закинуты о материнском капитале, они все-таки не выправят кардинальным образом эту ситуацию, потому что вы же знаете, что материнские капиталы – это целевые деньги, это деньги окрашенные, они могут быть использованы только на улучшение жилищных условий, образование, здравоохранение, лечение матери. Ну, там есть еще поправки небольшие, брать по чуть-чуть. Есть возможность о выплатах, если уровень дохода ниже прожиточного минимума и так далее. Но, тем не менее, я думаю, что эти плюшки не спасут кардинально от этой ситуации. Надо заниматься комплексно, и, по крайней мере, с чем я, безусловно, согласен из послания президента о том, что губернаторам, местным властям необходимо уделять самое пристальное особое внимание количеству детских мест в яслях и в детских садах. Это самое важное, на что бы я хотел обратить внимание. На это необходимое федеральное средство, потому что местные бюджеты, естественно, не могут найти такие колоссальные деньги строительства и яслей, и детских садов. Это очень затратное мероприятие. Но, тем не менее, по крайней мере, об этом начинают хоть как-то публично говорить. А потребность в яслях группах, она действительно есть? Ну, безусловно. То есть это не разовые случаи? Безусловно. Родители готовы ребенка в возрасте до трех лет отдать детский сад? Родители готовы идти на работу и отдать ребенка в ясли, в детский сад, готовы работать. И вы знаете, что у нас количество браков примерно равно количеству разводов. И у нас очень много матерей-одиночек и даже отцов-одиночек. И что им делать в этой ситуации? Вот она находится одна с ребенком до трех лет. А ребенка надо где-то оставить, чтобы работать. Вот где его оставить? То есть вот это самый важный вопрос, на который нужно обратить внимание. Эта семья Пленкина, она была не уникальная. Таких, к сожалению, много. Ими надо заниматься. Дай Бог, чтобы в этих семьях не закончилось все так, как закончилось в этом случае. 13 лет адекватный приговор? Я точно неуполномочен обсуждать решение суда. Но мне совершенно не понравилось выступление Маргариты Симоньян. Это Russia Today, которая заявила, что 13 лет – это ничтожно малый приговор, что надо было ее на какие-то там десятилетия вперед заточать в темницу. Мне кажется, при всем неуважении к Марии Пленкиной, моем неуважении, этот приговор и так сверх того, что она уже испытала. И я думаю, что все-таки человек раскаивается. И посадим человека на 50 лет, а что из нее получится? Ну, потеряем и второго человека. Давайте быть толерантными. Смысла нет большого в наказании, ну, фактически пожизненным. Хорошо. Еще одна новость кадровая минувшей недели. Фактически, да, официально она будет подтверждена в эту среду. Это уход с поста президента авиатской торгово-промышленной палаты Николая Михайловича Липатникова. Он возглавлял палату на протяжении 23 лет, с 93-го года. Ну, вот пока нет официальной тоже информации, но бизнес-новости в интервью с Николаем Михайловичем этот вопрос поднимали. Кто станет преемником? Преемником Николая Липатников видит Андрея Усенко, вице-президента, гости нашей студии, эксперта нашей радиостанции. Вот видите, опять кариатура, предложенный человек, голосование за единственного представителя. Ну, подождите, во-первых, мы не знаем, как это все будет обставлено. Возможно, представителей там, да, и кандидатов будет несколько. Это личное мнение Николая Липатникова, да, кого он видит преемником. Андрей Усенко. Андрей Усенко долгие годы вице-президент. Он был секретарем общественной палаты Кировской области, он был руководителем рабочей группы по общественному контролю за ремонтом и содержанием дорог. Он сейчас представляет Кировскую область в общественной палате России, ну, то есть человек такой с достаточно большим опытом общественной работы, общественной нагрузки. Вот, и у меня два вопроса. Первый, ну, надо, наверное, как-то вот проанализировать немножечко работу в ТТП, это раз. Ну, и второе, кандидатуру предложенную оценить. Вы знаете, я очень уважительно и положительно отношусь и к личности, и к деятельности Николая Михайловича Липатникова. Человек действительно с огромным авторитетом, с управленческим багажом колоссальным, который по степени влиятельности в нашем регионе всегда находится в ведущих позициях. Действительно, человек со стажем, человек с опытом, и который был вправе принимать самое непосредственное участие во всей политической и экономической жизни региона. Но я очень сомнительно отношусь к деятельности ВТП, вот этого общественного органа, который призван объединить бизнес Кировской области, призван отстаивать интересы бизнеса Кировской области, принимать участие в законодательной инициативе, в публичных обсуждениях тех законодательных инициатив, которые принимаются в регионе. Мне кажется, этот орган не показал себя на том уровне, на котором он бы мог себя показывать. Те положительные заслуги и те моменты в ВТПП, о которых заявляет сам Липатников, я бы с ними поспорил. Я считаю, что можно хвастаться и гораздо большими, скажем так, заслугами и инициативами. Надо было работать активнее. Рычаги были достаточно серьезные. Но они есть, они не действуют. И объединительный элемент всего бизнеса переложен на целую общественную ВТПП. Мне кажется, можно было работать поактивнее. Я призываю Андрея Усенко, если он станет руководителем ВТПП, быть гораздо более активным, выступать в том числе и законодательной инициативой и действительным объединять бизнес Кировской области, а не относиться к этому органу несколько формально. Ладно, хорошо. Ну вот так коротко Алексей Кузьмин комментирует. Пока официальной информации еще нет, но тем не менее интервью уже есть и озвучена информация об уходе Николая Липатникова с поста президента Вятской торгово-промышленной палаты. У нас остается три минутки. И я еще хотела бы попросить Алексея прокомментировать рейтинг «Люди года» свежий. Сегодня он будет разнесен. Разнесенный, я так понимаю, что уже во многих организациях он появился. Напомню, это традиционный такой ежегодный проект наших коллег газеты «Бизнес-новости» в Кирове. Несколько номинаций. Политики года, чиновники года, общественники года. Да, и так называемый рейтинг влиятельности. То есть там 20 персон, людей, которые наиболее заметны в Кировской области, на кировской политической арене, может быть, и на кировской бизнес-арене. Люди, которые принимают решения, люди, которые могут влиять на решения. Еще раз, там 20 человек. Ну, собственно, первое – Игорь Васильев, второе – Александр Чурин, третье – Андрей Плитко, да, собственно, вице-губернатор, курирующий, так скажем, внутреннюю политику, да. Да, Гозман Константин, Рахим Азимов – это депутат Государственной думы «Единая Россия» и «Уралхи», Дмитрий Курдюмов – первый заместитель председателя правительства Кировской области, курирующий социальную сферу, самый такой тяжелый блок, да. Олег Березин, Илья Шульгин, Дмитрий Русских, Валерий Крепоснов, Владыка Марк, да, Олег Вольничук – еще один депутат, Елена Ковалева, Владимир Климов. Ну, вы прямо перечисляете, да, все фамилии этого рейтинга. Я думаю, что этот рейтинг очень популярен среди бизнеса, экономического, политического сообщества нашего региона. К нему проявляют интерес абсолютно все директора более-менее крупных, средних, да и мелких фирм нашего города. Я думаю, что обязательно люди сами ознакомятся с этим рейтингом, посмотрят на эти фамилии. Я хочу отметить, что в этих рейтингах появились новые фамилии, есть новые люди, несколько иначе складывается система оценки. Просто хочу сакцентировать внимание, что было организаторами этого рейтинга опрошено большее количество людей, экспертов в нашем регионе. Это и политики, и общественные деятели, представители культуры, бизнеса, социальной сферы и так далее. Поэтому мне кажется, что те фамилии, которые здесь есть, те ранги, которые расставлены в этом рейтинге, они носят правдивый характер и на самом деле... Объективный. И объективный, и правдивый характер. Те фамилии, которые мы встречаем, они действительно подходят под эти рейтинги. И вот мы сейчас с вами говорим о рейтинге влиятельности, мне кажется, действительно, и по статусу, и по должности, и по уровню развития собственного бизнеса эти фамилии как раз подходят под рейтинг влиятельности. Есть что-то, что удивило? Ну вот если бы про этот раздел как раз о рейтинге люди будут говорить, о рейтинге влиятельности. Ну вот удивило нахождение Валерия Крепостного в серединке этого рейтинга. Если раньше он всегда занимал, ну как минимум в тройке, то он всегда находился этого рейтинга. И либо здесь объективное снижение влиятельности этого человека на принимаемое решение в нашем регионе, либо это определенная необъективность, потому что... Да ладно, мы только что сказали, что все объективно было. Ну я по этому человеку только задаю вопрос, что как будто бы человек ушел из публичной сферы, скажем так, сферы публичного пространства, то как будто бы он потерял влияние. Ну не знаю, вы же видите, как в угоду, в том числе и интересам, в том числе и этого человека принимаются многие решения даже в городе Кирове на сегодняшний день. В общем, место в серединке списка рейтинга влиятельности Валерия Крепостного нашего гостя Алексея Кузьмина удивляет. Хорошо, мы про рейтинг Люди Года будем говорить еще. Очень удивляет нахождение Шульгина на седьмой строчке рейтинга влияния. Должен быть выше глава администрации? Должен быть ниже. Ниже? Судя по моему спичу, который был ранее, рейтинг должен быть существенно ниже. Понятно. Но вообще, мне так кажется, что глава администрации областной столицы должен быть выше, не на седьмом месте. Только если по статусу и должности. Хорошо. Мы с Алексеем Кузьминым программу «Особое мнение» на этом завершаем. Спасибо Алексею большое. Всем до свидания. Всего доброго. Особое мнение на 101FM